Новости на государственном телеканале Западной Армении. Сегодня в эфире очередное заседание Национального собрания Республики Западная Армения. Армянская культура коренных народов и текущие вопросы в ООН. Трагическая судьба армянских беженцев Айтапа 1909 год. КОП-29. Скандал Баку. Фонду, изучающему армянскую архитектуру, исполнилось 55 лет. Проблема городского транспорта Ахалкалаки не решена. В Гарвардском университете Арман Татуян представил факты азербайджанской агрессии против Арцаха и Армении. Ушел из жизни известный французский композитор армянского происхождения Карпиз Априкян. 23 октября состоялось очередное заседание Национального собрания Республики Западная Армения. В ходе заседания были представлены выступления председателя Национального совета Западной Армении Армена Кабрамяна на постоянном форуме ООН по коренным народам о вопросах армянского народа и парламента Западной Армении. Были подчеркнуты культура, традиции, образ жизни и генетические ресурсы коренных армян Западной Армении. которые на армянском языке представила председатель Национального собрания Республики Западной Армении Нелли Артюнян. Участники заседания обсудили текущие вопросы. На фотографии изображены армянские беженцы Аньтапа. 24 июня 1909 год. Отражена печальная судьба армянского народа, вынужденных покинуть свои родные очаги в результате турецкой диктатуры и изгнания. В 1909 году произошло множество массовых погромов и преследований, в частности в Киликийской Армении. Сделанная 24 июня фотография отражает тяжелое положение беженцев. Резня в Адане показывает, какие страдания пережили армяне, столкнувшиеся с депортацией и тяжелыми испытаниями. В то время как объединение государств против климатических вызовов приветствуется, действительно было бы неприемлемо проводить КОП-29 в Баку, как будто ничего не произошло, отмечает редактор Жан-Эммануэль Ютен. Подчеркивая, преступная декоратура проводит этнические чистки, удерживает армянских пленных, мучает и убивает их, оказывает давление на оппозиционеров и журналистов, угрожая Восточной Армении. Баку, который осуществил насильственное переселение 120 тысяч армян, проводит этнические чистки и уничтожает армянское культурное наследие. Пришло время международным лидерам заставить Азербайджан ответить за нарушение прав человека. КОП-29 должен быть не символом безнаказанности этой страны, а возможностью международной ответственности. Основанная 55 лет назад в городе Ахен Германии организация, изучающая армянскую архитектуру, в настоящее время продолжает свою деятельность в качестве фонда, изучающего армянскую архитектуру. Миссии структура изучения и документирования армянских памятников, расположенных в исторической Армении. Фонд также занимался восстановлением и сохранением культурного наследия на территориях республик Армении и Арцах. Судиректор фонда Рафик Кортушян отметил, после 44-дневной войны 2020 года и эмиграции Арцаха в 2023 году картина резко изменилась. Проблема транспорта в Ахал-Калаке долгое время беспокоит жителей. Отсутствие общественного транспорта затрудняет доступ к образовательным, медицинским и другим важным услугам. Студенты Самцхе-Джавахского университета вынуждены тратить большую сумму денег, переезжая в город. Несмотря на предпринятые шаги 2022 и 2023 года, проблема транспорта до сих пор не решена. В 2023 году Сакрипулу одобрил идею муниципального транспорта, однако в бюджете на 2024 год финансирование не предусматривалось. Бывший защитник прав человека Восточной Армении Арман Татуян во время лекции в юридической школе Гарвардского университета представил факты преступления Азербайджана против Арцаха и Армении. Российская и армянская политика свидетельствуют о существующих и продолжающихся геноцидальных намерениях властей Азербайджана в отношении армянского народа и обязательной необходимости ответственности. Посольство Восточной Армении во Франции сообщает. Ушел из жизни известный французский композитор армянского происхождения музыковед, основатель, руководитель хора Сипан Кумитас Карпис Априкян. Роль великого композитора в распространении армянской культуры во Франции и за ее пределами бесценна. Хор Сипан Кумитас Карпис Априкяна более 50 лет представлял армянскую песню и музыку в разных странах мира. Особого внимания заслуживает завершенная им оратория рождения Давида Сосунского, основанная на эскизах Барсега Каначана. Карпис Априкян родился в 1926 году в городе Александрия Египта. В 1948 году основал там хор Амаз Гаин, выступая с концертами в Египте. В 1953 году переехал в Париж. Спустя время основал и руководит хором Сипан Кумитас, выступая на престижных международных сценах. Такими были новости на сегодня. Мира вам и добра.